Всем привет! Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой завершился, но вся эта история еще очень и очень далека от своего финала. Почему? Ну хотя бы потому, что как оказалось, актер может вновь подать иск против экс-супруги после ее свежего интервью. Первого интервью, которое Эмбер дала после решения присяжных. Кстати говоря, в этом самом интервью А.Э.Ч. вновь как заведенная начала рассказывать, что оказывается она любит Джонни. Кто бы мог подумать, такое впечатление, что актриса пытается хоть как-то сохранить лицо после всего случившегося. Что же касается ее лица, у нас имеется эксклюзив, первое признание одного из членов жюри присяжных, который рассказал, как им виделось все это дело с их стороны и какой момент стал роковым для Хёрд. Что же касается ее чуть ли не главной противницы, Вирджинии, адвоката Камилы Васкис, ее настигли крупные успехи в профессиональной сфере, но при этом мисс Васкис разбила сердца миллионам поклонников Джонни во всем мире. Все это и многое другое мы обсудим прямо сейчас. Но начать я все-таки предлагаю именно с откровений присяжных. Или точнее одного присяжного, анонимный мужчина буквально вчера согласился приоткрыть занавес тайны вокруг того, что думала и как решала жюри. Так вот, первое, что стало нам известно, что именно откровение о том, что Эмбер не пожертвовала свои 7 миллионов долларов при разводе на благотворительность, как она утверждала, стало настоящим фиаско в глазах присяжных. Напомню, что происходило это, когда звезда команды Джонни Камила Васкис распекала Хёрд как раз-таки на предмет ее лжи. Тогда она сказала актрисе, вы до сих пор не пожертвовали 7 миллионов долларов при разводе на благотворительность. Неверно, ответила Хёрд, я отдала в залог все, я использую залог и пожертвования как синонимы друг друга, а я не использую их, так парировала Васкис. После чего присяжным было показано видео с интервью Эмбер 2018 года, в котором она говорила, что пожертвовала все деньги. По словам анонимного присяжного, это видео подорвало доверие к актрисе в глазах жюри. Она участвовала в ток-шоу Великобритании, сказал он, видео показывает, как она сидит там и рассказывает ведущему, что отдала все эти деньги. И термины, которые она использовала в этом видео были, я отдала это, я пожертвовала это, это было сделано, но дело в том, что она вообще мало что отдала. Присяжный также сказал, что поведение Хёрд в качестве свидетеля нанесло ущерб ее делу. Он сказал, что ее заплаканное выражение лица, взгляды на присяжных заставляли всех их чувствовать себя очень неловко. Она отвечала на один вопрос и плакала, а через две секунды становилась ледяной. Некоторые из нас употребляли выражение крокодильи слезы, добавила на ним. Напомню, кстати, что Аэйч и ее команда при всем этом не намерены сдаваться и теперь питают надежды на апелляцию, где как раз таки не будет присяжных и где можно будет вновь попытать удачи, не опасаясь опять выглядеть глупо перед жюри. Невозможно предсказать, как события повернутся дальше, ведь ситуация там меняется очень быстро. Собственно, как и в нашем с вами мире, в таких условиях, конечно, особенно хочется иметь актуальную и перспективную профессию. Если это про вас, у меня отличные новости. Образовательный портал Geekbrains предлагает вам факультет инженер-программист, где вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук. Цифровые технологии, программное обеспечение, операционные системы, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Вы также познакомитесь с тестированием и системным анализом информационных технологий. На курсе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении. Причем учить вас будут топовые эксперты из сферы программирования, а в итоге вы получите востребованную профессию и актуальные знания в цифровых технологиях, а также прикладные знания и навыки. А что самое крутое, Geekbrains дает гарантию трудоустройства после обучения, либо вам вернут деньги, плюс курс можно оплатить в рассрочку. А еще от меня вы получите скидку 25% по ссылке в описании и дополнительную скидку по промокоду GeekJune5%, чтобы уже сейчас пойти учиться и скорее начать зарабатывать. Мы же к теме видео, и давайте еще немного узнаем, что же привело Эмбер к проигрышу. Слушаем все того же анонимного присяжного. Многое в истории Эмбер не сходится, говорит он. Большинство присяжных считало, что она скорее была агрессором, тогда как Джонни, напротив, был более правдоподобным и реальным, когда он выступал. Многим из членов жюри показалось, что то, что он говорил в конце дня, было более реалистичным. Он просто казался немного более реальным с точки зрения того, как он отвечал на вопросы, сказал источник. Его эмоциональное состояние было очень стабильным. Короче говоря, мы понимаем, что не нам одним показалось, что Хёрд решила устроить спектакль в Вирджинии, на чем и прокололась, и что в словах актрисы было скорее больше лжи, чем правды. Что же касается ее самой, то Эмбер после своей обиженной тирады в соцсетях впервые дала интервью после своего проигрыша в утреннем прайм-тайме NBC. Что же, ничего особо неожиданного до поры до времени актриса нам не поведала. Хёрд указывала на ненависть и язвительность, которые она получила во время суда, и говорила в ответ на горячую онлайн-поддержку Деппа, мол, даже если вы думаете, что я лгу, вы все равно не можете не согласиться, не смотрите мне в глаза и не говорите, что, по вашему мнению, в социальных сетях было справедливое представление нас обоих. В расширенном интервью Хёрд также сказала, что знала, что она не была симпатичной для присяжных или идеальной жертвы. Но когда я давала показания, я попросила присяжных просто рассматривать меня как человека, добавила Хёрд. А вот что действительно удивило, так это изменившаяся риторика Эйч. Теперь она рассказывает, что чуть ли не боготворила своего бывшего и лишь о нем все время думала. По словам актрисы, она не хотела, чтобы Депп потерял работу в результате той злосчастной статьи 2018 года в Вашингтон-Пост, она также сказала, что причина, по которой она не сотрудничала с полицией, когда полицейские были вызваны в дом во время ее брака, заключалась в том, что она не хотела якобы навлечь неприятности на Джей Ди. Звучит удивительно? Согласен. Но еще более странно звучит дальнейшее признание Эйч. «Я люблю его», — сказала Хёрд о своем бывшем супруге. «Я любила его всем сердцем, и я стараюсь изо всех сил, чтобы восстановить глубоко разрушенные отношения. И я не могла, у меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности к нему вообще. Я знаю, это может быть трудно понять, или это может быть очень легко понять, если вы когда-то кого-то любили». Ну то есть тут прям вообще уже какое-то покаяние сплошное пошло. Не знаю, что и думать. Оказывается, Эйч все эти годы чуть ли не тайно была влюблена в Джонни, называется «Удивительное рядом», а мы-то и не знали. Ну, кстати, шутки шутками, а ее новые словесные излияния уже могут стать и поводом для нового дела со стороны Джей Ди. По крайней мере, об этом начала писать англоязычная пресса. Дело в том, что в своем интервью NBC актриса рассказала, что она поддерживает свои показания на трибуне во время суда в Вирджинии. Когда ее спросили, было ли ложью утверждение Джонни о том, что он никогда не причинял ей физического вреда, Эмбер вновь ответила «Да, это ложь». То есть актриса, по сути, несмотря на решение суда, продолжает гнуть свою линию и напрашивается на новые неприятности. Ведь после ее интервью Николь Хафф, юрист из Нью-Йорка, сообщила изданию Daily Mail, что Джонни может теперь снова подать в суд на бывшую жену. Она сказала, да, он лгал, это интервью может считаться новой публикацией по закону, что может спровоцировать третий судебный процесс, сказала юрист. То есть, как вы понимаете, ситуация может обернуться и вообще непредсказуемым образом. Мы не знаем, захочет ли Джонни снова начинать очередной виток тяжбы, но как минимум актер, по мнению юристов, теперь после слов H, имеет для этого все основания. А впрочем, конечно, у JD сейчас и других проблем хватает. Вы же в курсе, что у актера ждет новое дело. Дело по якобы нападению на члена съемочной группы Грега Брукса в 2017 году. Суть в том, что свой иск о телесных повреждениях против Джонни мистер Брукс подал в Верховный суд округа Лос-Анджелес еще 6 июля 2018 года. Но получилось так, что с того момента рассмотрение дела постоянно откладывали. Теперь же, когда в Вирджинии наконец-то все прояснилось, адвокат мужчины Пэт Харрис заявил, что дело возобновляется. Мы не будем сейчас вдаваться во все его детали, скажу лишь, что хорошей новостью может считаться тут тот факт, что любимица публики, ставшая уже мега популярной защитницей Джонни Камила Васкис, прославившаяся в Вирджинии, теперь вновь будет защищать актера в новом деле. Видимо, ему понравился дуэт с Мисс Васкис, так же, как он понравился и публике, и теперь именно она возглавит его защиту. Что, безусловно, хороший знак, ведь Камила профессионал высочайшего уровня, и она уже это доказала. Кстати говоря, недавно у Мисс Васкис было крупное повышение, она стала партнером своей юридической фирмы. Многие считали Камилу Васкис ключевым членом команды Деппа, и она была вознаграждена повышением до должности партнера юридической фирмы Браун Рандик. Так что тут у Камилы все ровно, а вот что огорчило, без преувеличения, миллионы людей во всем мире, так это то, что Мисс Васкис опровергла ее предположительный роман с Деппом, и даже назвала такого рода предположение сексизмом. В чем здесь сексизм, не совсем понятно, наверное, Мисс Васкис имела в виду, что это непрофессионально, ну типа с Бенджамином Чу Джонни вон никто лямур-тужур не приписывает, а с ней чего ради. Как бы там ни было, все надежды на то, что Джонни наконец-то вновь встретит достойную партнершу рассыпались, и несмотря на то, что между им и его защитницей явно установились очень доверительные и теплые отношения, если верить словам Камилы, они все же не выходят за рамки чисто профессиональных. Что же, жаль, а так мог бы на адвокате сэкономить с учетом того, что впереди актера ждет минимум еще один суд против бывшего коллеги, плюс, скорее всего, апелляция со стороны Хёрд, и плюс, возможно, сам он вновь захочет приструнить бывшую, чтобы она не болтала лишнего. Представьте, какая при этом была бы экономия семейного бюджета, если бы Васкис работала, так сказать, забесплатно. Ну ладно, это все, конечно, уже шутки, будем на сегодня закругляться. Пишите, что Вы думаете о сложившейся ситуации, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы впредь ничего интересного не пропустить, а также ставьте пальцы вверх, кому было интересно смотреть. Спасибо всем, кто был с нами, и всем пока!